Нужно констатировать тот факт, что если вы приходите и работаете на фондовом рынке, у вас обязательно будут присутствовать страх и жадность. Сидя на поводу этих наших животных инстинктов, мы теряем деньги. Люди приходят на рынок для того, чтобы получить более высокую доходность. Проявляться эта эмоция может абсолютно по-разному, но основная эмоция, которая приводит именно к потерям, основная эмоция, которая, я говорю, является контрольным выстрелом в голову, это, конечно же, страх. Друзья, добрый день, с вами снова я, Максим Петров, и проект Max Capital у нас сегодня видео, в рамках которого хотелось бы поговорить про эмоции. Эмоции очень важная составляющая инвестиционной деятельности, потому что практика показывает, что, как правило, потери осуществляются не потому, что актив куда-то упал или вырос. То есть абсолютное большинство потерь вызвано эмоциональным состоянием, потому что эмоции – это те вещи, которые находятся в нашем неосознанном, то есть мы просто чего-то или боимся, или мы чего-то хотим чрезмерно. То есть, идя на поводу этих наших животных инстинктов, мы теряем деньги. Давайте поставим все точки над «и», эмоции на рынке могут быть только две. Это первое – жадность, второе – страх. И если говорить о том, как они влияют, как попадают в капкан, то есть что является сыром в этой мышеловке, которая кого-то может просто ударить по пальцам, а кому-то лишить жизни, в первую очередь является алчность, то есть жадность. Люди приходят на рынок для того, чтобы получить более высокую доходность. Проявляться эта эмоция может абсолютно по-разному. Кто-то сидели в бане и сказал, человек, я заработал на акциях очень много. Кто-то может сказать, я заработал на биткоине очень много. Как говорят, что вот эта вот история связана с ним. Очень тяжело и больно смотреть, как богателет твой сосед рядом. Тем более, если ты знаешь, что у человека образование хуже, он менее красивый, он менее успешный, но тем не менее он начинает ездить на новом автомобиле, переезжает в другое место. И поэтому, соответственно, в большинстве своем, причем люди приходят на рынок, они приходят на рынок за более высокой доходностью. Мы видим сейчас, что в 2020 году очень сильно увеличивается количество брокерских счетов, открывают у нас новые физические лица, то есть по всем направлениям наблюдается рост. Опять вопрос, почему такое происходит? Очень все просто. Доходность банковских депозитов очень серьезно снизилась. Люди не привыкли к доходности 3-4% по депозиту по итогам года, соответственно, ищут альтернативу. В качестве поиска такой альтернативы более умеренные находят облигации, более агрессивные находят акции. Какие-то люди безбашенные, которые хотят очень быстро и много получить прибыль, соответственно, являются адептами инвестирования в криптовалюту, различного рода альткоины и другие альтернативы, которые позволят приумножить значительный капитал. Но основная эмоция, основная эмоция, которая приводит именно к потерям, основная эмоция, которой я говорю является контрольным выстрелом в голову, это, конечно же, страх. То есть в рамках эмоций страха происходит фиксация значительных убытков. Это было немножко про то, что нас приводит на рынок, нас приводит на рынок алчность. И по своей практике, по своему опыту могу сказать, что очень сложно на самом деле внутри себя следить, когда это происходит. Очень тяжело остановиться, когда все растет. Очень сложно купить, когда все падает. Опять же, я много цитирую в своем видео выступление Баффета. И Баффет говорит, что покупать нужно, когда льются реки крови, продавать нужно, когда на рынке царит эйфория. Почему именно сейчас выходит данное видео? Потому что год 2020 был очень успешен для большинства инвесторов, для частных инвесторов, особенно кто входил в марте. Апреле месяце, где очень высокая доходность. Вот где возникают эти звоночки из моей собственной практики. То есть, что происходит, как можно отловить и понять, что на рынке такой ажиотаж, что ты находишься в зоне риска, связанного с тем, что в ближайшее время ты можешь столкнуться с очень большими проблемами, с коррекциями, с падением, с неприятными историями, которые очень серьезно, во-первых, приведут к тому, что ты испугаешься и начнешь совершать ошибочные действия. Итак, как это происходит? Происходит это следующим образом. То есть, у меня было такое, наверное, 3 или 4 раза в жизни. И выглядит это следующим образом. То есть, ты вложился в какой-то актив, у тебя есть хорошая прибыль, действительно очень хорошая. То есть, по сравнению с тем, что было в прошлом, это прям, ну, это нонсенс, да? То есть, это может быть в 3, в 4, в 5 раз больше. И у тебя начинает такой червячок, да? То есть, в голове, да? Ну, если так и дальше пойдет, такими темпами я буду пополнять счет, такими темпами мы будем прирастать. Ты начинаешь дисконтировать доходность прошлых периодов вперед. То есть, если... Итак, я сделал там в этом году 200%, если я буду в следующие 5 лет делать доходность 200%, то э-ге-ге, о-го-го, будет несчастье, будет и новая машина, будут супер-пупер поездки, будут путешествия. То есть, вот как только ты себя отловил, что ты начинаешь дисконтировать прибыль, как только у тебя звучит вот это вот внутри, я красавчик, я крут, признак того, что вот не поленись, как минимум 20-30% прибыли забери со стола. Дружеский совет. Как только вы назвали сами себя красавчиком, как только вы сказали, что я крут, как только ты считаешь, что в некой такой эйфории, что и дальше праздник будет продолжаться, отловили, зафиксируйте там 30% прибыли. Рынки могут вырасти еще и могут на самом деле вырасти еще больше, но вы в этой ситуации находитесь в зоне риска. Я рассказывал свою историю по поводу того, как работал с фьючерсами. Как раз-таки причиной тому вот эта вот жадность, вот эта вот талчность, она была вызвана тем, что даже несмотря на то, что были физические убытки, даже несмотря на то, что там депозит заливал по 3 миллиона каждый день, и они слизывались, да, то есть рынок просто забирал эту прибыль у меня. Это, соответственно, приводило к тому, ну, к значительной потере капитала. Поэтому, как только, вот еще раз, да, как поймать вот это, как зафиксировать, как только назвал себя красавчиком, как только сказал, что все круто и плевать мне на все мнения, еще хуже начал раздавать советы, как людям жить, да, что они делают правильно, что они делают неправильно. Все, лучше в этом случае поставить на паузу, да, то есть выйти в кэш, зафиксировать часть прибыли. Максим, рубрика вопрос из зала, а как связано то, что я себя в голове назвал себя красавчиком с мировым вот этим фондовым рынком? Нужно понять одну простую вещь, что на рынке ты не один, на рынке еще очень много других инвесторов. Как правило, в этой ситуации все называют себя красавчиками. То есть, как только начинается, ну, вот тенденция, которая сейчас прослеживается, человек 2-3 года назад просто работал в банке, да, а сейчас он финансовый советник. То есть, куча блогеров, все советуют, что покупать, как покупать, да, то есть люди попали в тренд. Когда печатный был включен на печатные станки, соответственно, инфляции не было, скорость обращения денежной массы уменьшилась, вся вот эта избыточная ликвидность пришла на фондовый рынок, и цена на активы выросла, на все. Золото, сырьевые товары, облигации, акции, все выросло. Ну, то есть, здесь нет твоего гения. Здесь есть просто ситуация, в которой ты попал в тренд, когда просто ничем не обеспечены деньги. И в этой ситуации, то есть, не ты красавчик, в этой ситуации каждый человек, который находится, он сам себе говорит, что я красавчик. Опять же, вспоминаю мою историю, не только я в этой ситуации говорил, что я красавчик. Количество клиентов, с которыми я общался, они даже не относили этот успех к какой-то степени на какие-то советы, сигналы или рекомендации. Они сидели с вискарем, с сигарой и говорили, какой я красавчик. Я там со 100 миллионов сделал 60 миллионов за 2 месяца. То есть, это говорят все, это говоришь не только ты, это, в принципе, повсеместно, по всему рынку. И в итоге происходит, что, ну, то есть, все покупали, рынок, как правило, в этот промежуток времени разворачивается. Рынок в этот промежуток времени меняет свою траекторию движения, начинаются коррекции, начинаются убытки, а человек не может остановиться. То есть, он просто признать, что он не прав, это тоже одна из, ну, то есть, это такое качество сильного человека, признать, что он не прав, вынести из этого урок. кто-то будет просто элементарно упираться держать пока там ну просто не будет каких-то плачевных последствий связанных с полностью сгоранием депо очень важная история вообще в принципе где в мозгу находится наши эмоции на то есть вот эти вот эмоции страха и жадности они находятся в так называемой лимбической системы уж извините меня что я начинаю куда-нибудь уходить в структуру головного мозга в нейробиологию но смысл таков что наш рассудок наш разум более глубокие ну то есть еще раз наши эмоции они находятся гораздо глубже чем неокортекс они находятся в лимбической системе управлять эмоциями страхом и жадностью очень тяжело потому что это ну на уровне мозга млекопитающего поэтому управление эмоциями оно должно быть подвержено определенным алгоритмом что такое алгоритм алгоритм это та история связанная что есть правила которые вы заранее для себя приняли которыми вы всегда следуете вне зависимости от того как вы себя называете страх ли у вас или у вас эйфория от того какой вы гениальный какой вы умный какой вы потрясающий и это правило гласит что если вы работаете с доходностью в два в три раза превосходящей ставку без рисковой доходности ориентир по ставке без рисковой доходности это доходность десятилетних и облигаций то есть если в россии это доходность десятилетней облигации россии если в америке это доходность десятилетних облигаций сша то есть в россии сейчас доходность десятилеток там в районе находится в районе шести семи процентов то есть если вы вы работаете на рынке с доходностью там 6 умножить на 3 от 15 до 20 процентов возьмите для себя за правило что по итогам года 10 процентов прибыли которые вы в этих инструментах получать и вы их просто перераспределяйте в консервативный инструмент если вы работаете на американском рынке до с доходностью там Ставка безрисковой доходности 1,6. 1,6 умножаем на 3, это получаем 4,5-6%. А сейчас отдельный дивидендный компания даже позволяет получить такую доходность. Поставьте для себя за правило, что 10% с этой прибыли вы просто забираете, вне зависимости от того, красавец вы или нет, насколько вырос рынок по итогам года, и что он еще может расти, быть еще больше. Это, знаете, эта история, что я рассказываю в одном из своих видео про баранов и свиней, то есть фактически свист прекращается, когда мы ждем, что актив будет стоить больше, больше, еще больше. Мы фиксируем прибыль. Это правило, это закон, это принцип инвестирования, который позволяет, вне зависимости от того, что у вас творится в голове в плане эмоциональном, вы сохраняете свой капитал, который заработан. Потому что в доходности, превышающей ставку безрисковой доходности в 2-3 раза, есть риск соответствующий. И вот чтобы потом, когда этот риск реализуется, не кусать себя за локти, в попытке укусить себя за локоть, вы соблюдаете данное правило. Рассказали про базовую эмоцию, которая приводит к тому, что люди приходят на рынок, к тому, что они становятся красавчиками, не фиксируют прибыль. Но на рынке бывает обратная сторона, у каждой медали это страх. Страх приводит к потерям. Страх – это та история, которая, когда уже пережил, совсем смирился со всеми потерями, рынок начинает падать еще ниже, человек превращает свой бумажный убыток в реальный. Когда это возникает, когда это отлавливаешь, то есть, когда настолько находишься в панике, то есть, вот просто можно закусывать когтяжки рук, ты понимаешь, что реки крови льются. То есть, на рынке инвесторов практически не осталось. Всех просто размозжило. На уровне физиологии ты не можешь нажать на клавишу «ЕС» или «ИГРЕК», или на кнопочку «Купить». Ну, просто не можешь купить. Потому что, когда акция Сбербанка, я помню опять же эту историю, когда акция Сбербанка в 2009 году, в начале года, по итогам года, по итогам 12 месяцев упала со 100 рублей за акцию до 17 рублей за акцию, 15 рублей за акцию. И ты понимаешь, что актив потерял в цене 85%. Психологически преодолеть вот этот вот барьер и нажать кнопку «Купить», ты боишься, что завтра это будет еще в два раза меньше, что и завтра акция Сбербанка может стоить там 5 рублей. И тебе никто, никогда, никакой гуру, проповедник, Максим Петров или другой специалист не скажет, остановится на этом падении или не остановится. Но как только ты отловил вот этот вот момент внутри себя, как только ты отловил, что тебе страшно, страшно покупать, нужно туда идти. И опять-таки тот же самый принцип, как до этого мы обсуждали. Чувствуешь, что страшно, чувствуешь, что опасно. Не надо покупать на всю котлету. Как минимум в этой ситуации, если ты соблюдал первые правила и когда у тебя было все хорошо, у тебя 10% будет в консервативных инструментах. И вопрос в том, чтобы решиться, чтобы преодолеть этот страх, чтобы эти деньги проинвестировать, когда активы продаются с значительными скидками. Ты не знаешь, какая у тебя скидка. И это страх. То есть, согласитесь, в каждом из нас присутствует страх, когда ты приходишь в магазин, сезонная распродажа, скидка 30%. И ты такой смотришь, вроде бы и цена устраивает. И со 30% скидкой я согласен купить. А вдруг через неделю у них будет в честь дня рождения распродажа 50%. И самое худшее, что в этом случае может произойти, через неделю увидеть скидку 50%, прийти и даже быть готовым к тому, что скидка может быть 50% и не купить за 50%, потому что у тебя будет страх. А вдруг у тебя то, что ты хочешь купить, будет со скидкой 70%. Поэтому покупайте какую-то часть вещей со скидкой 30%, какую-то часть вещей со скидкой 50%, какую-то будет обязательно, я верю. Каждые 10 лет происходит ситуация, когда активы начинают продаваться со скидками в 70, 80, до 90% доходят скидки. И здесь вопрос, люди не покупают, потому что здесь очень сильна эмоция страха. И опять, что нам позволяет с этим совладать? Жестко выстроенный алгоритм, жестко выстроенные правила. Как только вы увидели скидку, не надо покупать на все. Вот то, с чем мне в настоящий момент приходится сталкиваться, у людей очень много денег, действительно много денег, они припаркованы в кэше, кэш-эквивалентс, и они не инвестируют сейчас в упавшие компании из сферы хай-тека, которые на самом деле интересны к покупке. Они не покупают, говорят, Максим, а зачем? Ну зачем? Сейчас же кризис шандарахнет, инфляция будет, все повалится, вот тогда я непосредственно и куплю. Страх упустить выгоду еще есть. То есть страх не только то, что это будет еще ниже. Очень много еще эмоций страха, она сконцентрирована в упустить самый лучший момент для входа. И здесь нужно принять за факт, что если вы приходите на рынок, если вы работаете на рынке, друзья, вы столкнетесь обязательно с этими эмоциями. У вас будет и страх, у вас будет и жадность. В принципе, то, что вы смотрите это видео, вы можете после того, как его просмотрели, отследить, почему вы здесь находитесь. Потому что здесь вопрос, куда инвестировать, как инвестировать, зачем инвестировать. Потому что вас приличает доходность. Та доходность, которую обеспечивает фондовый рынок. Почему вы смотрите все больше и больше этих видео? Чтобы разобраться. Почему вам необходимо больше разобраться? Чтобы было больше информации, чтобы было больше данных для принятия решений в ситуации, когда вам нужно пойти в неопределенность, когда вам нужно отвечать своими собственными деньгами, и вы хотите подстраховаться. Посмотрите, как играют даже в настоящий момент страх и жадность. Итак, друзья, нужно констатировать тот факт, что если вы приходите и работаете на фондовом рынке, у вас обязательно будут присутствовать страх и жадность. Это неизбежные спутники любого инвестора. Вопрос в том, чтобы чувствовать себя спокойно, чувствовать себя уверенно, те алгоритмы, про которые я вам рассказал, чтобы получить как можно больше лайфхаков, которые позволяют контролировать и управлять вашими эмоциями, приглашаю вас на бесплатный мастер-класс «Как создать весомый капитал с нуля, инвестируя всего лишь 8 долларов в день». Там я поделюсь своими инструментами, как управлять страхом и жадностью, ссылка в описании под данным видео. И в завершение данного видео хочется привести очень интересный факт. Я вот недавно проводила, если мне память не изменяет, Чарльз Швабб, исследование, какие инвесторы являются самыми успешными. И выяснили, что самыми успешными инвесторами являются трупы. Ну, это немножко смешно, кому-то не смешно. Ну, то есть, самые успешные инвесторы, почему трупы? Потому что они не подвергаются эмоциям, потому что они не продают, когда все плохо. Они не покупают, когда все дорого. То есть, они просто вложились, и, соответственно, это инвесторы, которые, в принципе, не выражают эмоции. И доходности этих портфелей, которые не наследовались, которые каким-либо образом были забыты, не вошли в наследственную массу, это самые успешные инвесторы. Вот что значит страх и жадность нашей эмоции, наша животная природа, к чему она в итоге приходит, к тому, что хочешь стать успешным инвестором, закрой эмоции. Поставьте лайк, если вам понравился этот интересный факт. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. С вами был Максим Петров, до встречи.